я друзья давно не виделись мне на обзор мои друзья и звуки тель вспомнили меня и прислали новый смартфон их премиум линейка поэтому называются китай p1 а один потому что он первый премиум линейка бюджетных смартфонов вы сейчас наблюдаете какой комплект поставки богата богата после всех нововведений которые запустили apple когда в комплекте там только что скрепка макулатурка и шнур здесь тебе и зарядное устройство и кейс такой вот пластиковый кейс и пленка наклеена уже но на экран с от неплохая пленочка и защитное стекло я стеклом очень редко пользуюсь поэтому не знаю пригодится ли нет но тем не менее в комплекте присутствует это плюс чем больше тем лучше естественно ряда на устройство кстати на 18 ватт 2 ампер фон мне прислали почти месяц назад и я им пользовался как своим вторым основным смартфоном активно и узал и составил о нем определенное впечатление о котором я хочу с вами поделиться в руке уксать лежит неплохо легкий что выдает бюджетность это то что корпус полностью пластиковый и кейс не защищает края поэтому пользуйтесь ребят осторожней при включении как видите там динамик island есть но штучка не очень удобная потом расскажу обязательно смотрите обзор до конца по традиции лоток здесь двухсимочный и мы обязательно покажем вот так все выглядит кстати очень важный момент о котором я сейчас вспомнил ребят я чуть не уничтожил микрофон смотрите как все это расположено то есть динамик микрофон тайп си разъем и вот здесь вот я сначала не заметил что для лотка вот здесь предусмотрено отверстие чтобы извлекать сим-карты и тыкал тыкал микрофон честно побоялся что я его испортил вот так выглядит лоток он комбинирован видите можно либо две сим-карты либо карту памяти но это не представляет для чего здесь нужна карта памяти здесь 256 гигабайт встроенной памяти вот в этого красавца уже заведено индикатора уведомлений светового индикатора здесь нет мини джека здесь нет то есть наушники беспроводные ну и в принципе беспроводными пользуюсь но может быть для кого-то критически важно наличие именно проводных наушников после перезарядки ведь он предлагает нам разобраться какую сим-карту использовать как основную экран достаточно яркий сочный amoled но это бюджетный amoled шим кстати уровень шима здесь приемлемый android 14 здесь установлен изначально и что хотел сказать что за все время эксплуатации уже прилетела одно обновление специально сохранил скриншот то есть смартфон поддержит обновление по воздуху правда описание как ведь только на китайском я установил свою обоину ну вот предустановленные выглядят вот таким вот образом экран яркий сочный через чур даже яркие в мой основной смартфон сейчас iphone 14 плюс и там как-то по цветам все значительно ребят сбалансирование но я не думаю что кто-то с айфона будет переходить на android хотя меню русифицированного достаточно хорошо но есть не переведенные объекты вот видите скриншот тремя пальцами и в общем все как старые добрые времена появление китайских смартфонов здесь самый интересный момент кстати управление жестами здесь присутствует этот дура спит бесконечный который есть везде и данные по экрану здесь несмотря на то что это amoled дисплей ребят здесь always он дисплей нет можно выбрать темную тему экрана не знаю кому это нужно 120 герц частота обновления видите здесь ее можно выбрать опять же по желанию какое вы хотите 120 герц честно я особо раньше не заметил динамик island почему я его отключил потому что при просмотре видео по я не проверил слушайте а раньше знаете что было при просмотре видео динамик хайланд вот здесь был они значит пофиксили эту тему я же говорю там обновление на китайском я не понял что написано смотрите они сейчас сделали вот таким вот образом то есть динамик айланд видимо здесь остается молодцы красавцы пофиксили потому что раньше я любил смотреть вот таким одну все наверно таком вертикальном положить горизонтальном положении смотрят видео и представьте вот здесь вот динамик айланд торчит не кошерно же 256 гигабайт встроенной памяти а вот оперативную вы можете изменять можете сделать 8 12 или 16 если сейчас изменить смартфон перезагрузится телефонной части все стандартно вот так выглядит номеронабиратель как видите кириллица присутствует кому это важно здесь можно записывать звонки я думаю вы понимаете что в принципе это чистый android с какими-то добавлениями от китайцев незначительными то есть это практически обычный android 14 во время разговоров по телефону здесь бюджетный динамик мы переходим к звуку и минус этого смартфона два вот критически важных минуса здесь не очень хороший основной динамик разговорный динамик но если разговорный динамик ладно он достаточно громкий сойдет то вот основной динамик все-таки вот очень бюджетно на что на на чем сэкономили бюджет это динамик и камеры камеры здесь тоже бюджетные собственно говоря принципе цена бюджетная поэтому имейте ввиду экран хороший камера и звук на такую вот четверочку с минусом или даже на троечку вот будем готовить очень много высоких шторка и регулировка яркости видите полный 0 он не уходит достаточно яркий экран 500 нет характеристики 6,7 дюймов диагональ но он удобно лежит в руке вот увидите у меня средняя по размеру ладонь 1080 на 2412 точек видео ускоритель mali g57 mc2 кому это важно я же говорю что на ярком солнце вполне себе все читаемо все просто понятно красиво быстренько аиды 64 посмотрим характеристики процессор память медиатех и helio g99 6 нанометров нормальный бюджетный процессор 120 герц двухполосный вай фай поддерживается кстати посмотрите прямо сейчас мой роутер 5 герц 5 гигагерц сожалению у нас скорость не прям чтобы очень но лучше чем был сенсором кроме температурного и датчика давления все присутствуют сенсор box for for android стал какой-то ужасные да ребят дальше приближение один сантиметр работает нормально не тупил понимает почему это важно это важно когда вы разговариваете по телефону прикладываете его к уху если плохо работает датчик то включается экран и случайно щекой вы нажимаете например отключаете микрофон и собеседник вас не слышит был такой ps хороший яндекс еда яндекс го все работает все находят подъезжают не переживаем что не понравилось ребят подэкранный сенсор вот сейчас на камеру он работает сволочь неплохо но в жизни в обычной очень часто тупит тем не менее он есть его можно отключить использовать другие способы для безопасного входа в свой смартфон раздел разблокировка устройства и вот здесь вы можете выбрать как именно вы хотите его разблокировать face айди или пин-код установлена батарея 5150 что ли но батарею держит хорошо в обычном в обычном режиме использования часто смотрю хоккейные матчи кто смотрит хоккей например хл смотрит знает что очень много матчей параллельно идут и приходится на нескольких смартфона смотреть матч который например тебя интересует батарею держит очень хорошо от народного зарядного устройства он заряжается за один час 74 процента за полтора часа 92 процента и потом резко скорость заряда падает но это на многих смартфонах так сделано для того чтобы типа не уничтожать батарею где-то два с половиной часа он будет заряжаться на ночь ставите все никаких проблем не камеры камеры 50 мегапикселей опять макро какое-то опять датчик в общем камера не фонтан 50 мегапикселей вот здесь отдельно есть вкладочка можете ну разница честно никакой особо нет видео разрешение все стандартно по-моему даже 4к он поддерживает запись видео ответе нет ни 4к 2к поддерживает ну ребят здесь стабили стабилизация программная поэтому в темное время суток если будет снимать видео все будет прыгать дорожать поэтому как вы понимаете здесь камера ну вот есть для прикладных задач и сойдет стабилизация субтитры умеете фотографировать этой камеры вам хватит не умеет не умеете фотографировать ни одна камера вас не спасет и не поможет поэтому учились фотографировать в принципе вот раньше мыльницы были такого качества сейчас вам пожалуйста смартфоне недорогом смартфоне есть камера на которую можно делать какие-то снимки ну классно же классно взяли навели автофокус сработал вроде бы сделали снимок потом смотрите нет неправильно сделали снимок в режиме портрет не надо делать снимок в режиме портрет поэтому делайте снимок в обычном режиме хочу вам показать как автофокус будет работать о сработал ведь быстренько все сфотографии маги шит вот это вот про раздел кто-то будет вот заморачиваться смартфон должен для того чтобы ты взял вытащил сфотографировал сохранил на память все потом ночью пересматриваешь плачешь или смеешься и как бы ты для соцсетей этот смартфон использовать можно но если очень очень осторожно для tick tock кстати все вполне себе годненько видите все прекрасно работает кстати вот кнопка включения выключения такие варианты вам предлагает можно считать так что у нас здесь есть вот такое вот есть не знаю кому это нужно возможно кому-то нужно фонарик вспышка как фонарик достаточно яркая цена 11 ноября 140 долларов это 69 тысяч деньги будет примерно стоить по ссылке в описании в официальном магазине можете зайти посмотреть хороший бюджетный смартфон очень много памяти почему например мне такой подходит подойдет для мамы потому что мама любит пересылать всякую дребедень из ватсап и ватсап у ней постоянно забивается и мне приходится раз в месяц чистить телефон с этот ватсап забиты там гигабайты просто ненужных каких-то роликов каких-то куличей блин каких-то сиреней цветущих ну вы меня думаю понимаете ребят поэтому о лет амолед амолед дисплей для мамы для тети для родного близкого человека за недорого почему за недорого вы скажете можно и подороже взять во первых кстати мне все говорили чу iphone у тебя новый пока не видели вот этой надписи я говорил нет ну потому что внешне реально неотличимо тем не менее вот как смартфон он вполне себе годный в остальном а что еще нужно памяти много камера снимает цена приемлемая кто говорит дорого зайдите в наши магазины посмотреть цен на молоко и творог всем удачи всем пока надеюсь видео было полезным и я его не зря вам снял увидимся до встречи пишите комментарии